Всем добрый день, меня зовут Дмитрий, рад приветствовать вас на своем канале. Данный видео создан при поддержке Vega Absolute. И я хотел бы вам показать некоторые возможности, обзор самого конфигуратора и что есть в самих терминалах производства Vega Absolute. Просмотрим все вкладки, которые тут есть. Да, самое главное это состояние системы. По состоянию системы, что мы видим? Вклады тут довольно много. Мы можем работать сразу с четырьмя серверами, выполнять какие-то основные команды, работать с FTP сервером, запрещать изменять конфигурацию, а также управлять фотокамерой. Можно сделать фотографии. Тут есть выходы. Есть аналоговые входы. Аналоговые цифровые входы, они завязаны, работают, они очень по-разному. Цифровые выходы, тут их четыре. И получается четыре выхода, четыре входа. Но цифровой вход один, он отдан под зажигание. Есть датчики уровня топлива, датчики OneWire, датчики вскрытия корпуса тут есть. То есть, два датчика зажигания. То есть, это четвертый как раз аналоговый вход, который отдан под зажигание, чисто цифровой в данный момент выход. Также еще есть другие стандартные параметры. Есть настройки по сети. Терминал поддерживает две сим-карты. Также может работать. Ну и, соответственно, отслеживать отдельно трафик по всем серверам, ну и смс. Также есть навигация, да, в навигации есть геозоны. Можно вынести сюда 50 геозон и считать эти геозоны. Также есть тут интересно, то есть спутники. Он может разные спутники видеть, GPS, подсчитывать свои пробеги. Также есть очень интересные параметры, которые не совсем адекватно работают. Есть вот расширенные по приемнику. Но я не думаю, что вы тут поймете, что делать. Также есть CAN-датчики. У всех терминалов две либо три CAN-шины. Тут, к сожалению, сейчас ничего нельзя посмотреть из-за того, что терминал сам не подключен. Есть CAN-сканер. Он вот такого типа. К сожалению, тут тоже ничего не будет работать особенного, пока не подключить терминал. Но сам по себе функционал очень довольно мощный. Искать, конечно, я бы назвал это не самый удобный вариант с поиском, но вполне нормально. Также тут есть CAN-скрипты. И тут можно, кстати, 8 CAN-скриптов сделать, то есть запрограммировать 8 функций. Посмотреть Bluetooth-датчики, пока тут ничего нет. А также на все терминалы Vega. Там есть UR на выходе. На два выхода UR RX и ITX есть на этом. И можно сделать до, получается, 15 входов и выходов. Ну и управлять ими, соответственно. Айфриза. Айфриза. Это для рефрижераторных систем. Есть радиометки. Тут можно их занести аж целых 160 штук. Ужас. Беспроводные датчики. Тут их можно внести 10 штук. Также есть данные, которые работают с тахографами. Что касается у нас настройки, самих настройок терминала. У нас 2 сим-карты. Соответственно, настраиваем 2 сим-карты. Ну и приоритет использования этих сим-карт. Сервера у нас настраиваются 4 сервера. Есть уже предустановленные сервера. Можно установить собственные сервера. Ну и, соответственно, по собственным серверам мы выбираем, какой протокол работает. Вега в основном работает на протоколе Violon Combine. Либо Violon IPS. Violon IPS это 2.0 протокол. Либо вот Violon Combine. Проще использовать Violon Combine, потому что с ним проще всего разобраться. Теперь по передаче данных. Очень интересная вещь по Bluetooth датчикам. Bluetooth датчиков можно передать очень много. Да, название датчиков. Также смотрите. И иногда возникают проблемы. Как понять, что вы передаете? Вот тут вот есть протокол Violon Combine. То есть как-то передается параметр 8000. Violon IPS. И в ЕГТС этого параметра нет. И каков его размеры. Unit 64. Это значит 4-байтовое число. Unit 8. Int 8. Unit это получается 8. Это от минус 127 до плюс 127. Int 8. Это от 0 до 255. Число приходит. То есть вы должны знать, как оно работает. Вот эти вот числа. Чтобы понимать, что вы расшифровываете и что вы делаете. Дальше идут пользовательские экран датчики. Ничего пока вы тут не добавили. Вы ничего не увидите. Отправить ничего не сможете. Данные тахографа. Очень много параметров. Которые можно считать тахограф и сразу отправить. Датчики сутовой сети. Можно выбрать, что вы отправляете на сервер. Есть радиометки. Которые вы можете также общаться с ними. С рефрежератора данные. С беспроводных датчиков. Также есть входы и выходы. Тут нужно посмотреть поинтереснее. Тут есть входы и выходы с расширительной платы. И стандартные входы и выходы. Что касается по навигации. Также есть системные датчики. Это основные датчики по работе системы. Ну и настройка черного ящика. В основном все это довольно просто. На каждом терминале есть простейшая прошивка. Ее вполне для использования почти на любом автотранспорте достаточно. Что касается по настройке трека. То есть тут есть какие-то отдельные параметры. Но они уже заранее настроены. То есть сюда даже особо не нужно заходить. Энергозабережение. Можно настраивать, можно нет. Для авторизации можно забить 10 номеров телефонов, 10 ключей. Либо поставить пароль по USB. Пароли тут идут четырехзначные. Также гиазоны. Гиазоны на покидание. Тут, к сожалению, делаются. Вот сюда нужно вбить 8 цифр. Либо плюс, либо минус она идет. И они делаются кругами. Да, примитивно. Но да, рабочее. Вот входы и выходы. Давайте вернемся к входам и выходам в конце видео. Потому что они тут наиболее интересные. Вот эта вот вкладка. Потому что она очень основная весь функционал. Что я вернусь к ней в конце. Есть сценарий. Сценарий это что-то типа программирования терминала. Но этот терминал программируется триггерами. То есть триггер срабатывает на что-то определенное. Например, если скорость стала больше, например, 140 действия. Типа включить цифровой выход. Два. Окей. Все. Теперь, когда скорость будет больше, чем 140 км в час. И вы на второй выход посадили, например, колокол. Сирену. То включится колокол или сирена. Работает довольно просто. А и фриз. Тут настройка на 465, либо 232. Где вы подкрепите рефрижератор. Также работа с блютуз-устройствами. Кроме блютуз-устройств есть и радиометки. То есть это тоже радиометки. Тоже что-то типа блютуз-устройств. Тут можно тоже записать очень много. Беспроводные термодатчики. Их тоже можно записать. Вот тут есть адреса, которые можно записать. Ну и период выход на связь. Сможешь из сигнала всю эту чувствительность. Можешь туда записать. Также вот работают они по 465, либо 232. Настройка дут. Дут настраивать можно также по всем цифровым выходам. Искать их. Также можно было бы их тоже портарировать. Есть вводу ТНК. Можно отсюда. То есть используя не конфигуратор. Вот есть экскорты. Можно даже экскорты пробовать отсюда конфигурировать. Сделано. И ТС есть можно. Ну и отправка данных. То есть можно тоже посмотреть. То есть можно в принудительном порядке. Эффект в формате. То есть какие-то данные отправить и посмотреть ответы. Также тахографы. Тут несколько видов тахографов заложено. Это с Меркурией, Матол, Штрих и ВДО. Континенталь. То есть самые основные. Это довольно-таки основные настройки. Которые тоже нужны. Они продвинутые. Но к сожалению я им не пользуюсь. Довольно простые эти надо использовать. Моменты. Что касается платы внешнего расширителя. Их тут много. Ты можешь выбрать режим работы. То есть ты либо частотный, импульсный, аналоговый, либо цифровой. Как вот это все работает я расскажу. На мультифункциональ в кодах. Что касается камеры. Тут есть камера. Она работает либо по цифровым портам. 232-405. Либо чисто на UART сажается. Тип протокола камеры, который используется. Ну и разрешение камеры. Датчики моточасов. Датчик авторизации. То есть можно когда там какие-то события на авторизацию сделаны. То есть на те же самые AirFit, либо Bluetooth метки. Также есть тревожная кнопка. То есть можно на какой-то определенный выход. То есть один из трех подцепить тревожную кнопку. То есть мы вот видим. Либо первый, либо третий цепляем. Датчик и GPS. То есть если машина там не двигается в течение определенного этого, он перестает координат обновлять. С акселерометром можно данные делать. Можно также зажигание использовать либо стандартно, либо вытащить из канала. Также датчики температуры Bluetooth можно сделать. Датчики топлива. То есть четыре датчика топлива тут положено. Ну я сталкивался с у кого можно больше почитать. Вообще сама технология Bluetooth цифровых датчиков подразумевает возможность работы с 255 адресами. Но я не вижу, кто когда столько всего будет использовать. Поэтому тут вообще 4 заложено. У некоторых 2, 3, 5 заложено. Самое большое, что я встречал, это 14. Ой, 16 датчиков. Это у другого производителя заложено. Частотный выход. Кстати, можно первый выход использовать как частотный. Точнее можно любой из них использовать. Но только как частотный можно использовать один. Хотя как оно будет работать, тоже непонятно. Но довольно интересно, что можно использовать как частотный. И вот самое интересное состояние. Это мультифункциональный вход, который есть на самом терминале. И тут есть несколько вариантов работы. Есть аналоговый, да. Это просто он меряет от нуля и до 30 с копейками в вольт. Высокий и низкий. Ему вообще без разницы, как оставить. То есть, он меряет полностью одинаково. Импульсы. Импульсы. Тут вот уже есть разница. По импульсам и по частоте у них есть очень большая разница. Вот низкий-высокий. То есть, низкий это по уровню земли меряет. Высокий по уровню вольтажа. То есть, 5-10 вольт. То есть, все, что выше нуля вольт, точнее одного вольта, будет считаться за единицу. Все, что ниже, это будет считаться за 0. Если ставите высокий, низкий, он меряет только по земле. И вот тут вот есть цифровой выход, когда используете. Тут есть вот такая вот, так сказать, заговырка. Когда используете цифровой выход, используете низкий. То значит, что вот тут есть подсветка. При подаче на вход активного уровня состояние датчик ставит равное 1. То есть, например, если мы делаем кнопку. И кнопка у нас получается замкнута на корпус автомобиля. И терминал подключен к аккумулятору автомобиля, который минус тоже замкнут на корпус автомобиля. То при нажатии кнопки у нас нолик поменяется на единичку. А если мы сделаем высокий, то тут получается у нас не земля появится, а появится плюс 12, плюс 14 вольт на самом выходе. И тогда он изменится с нуля на единичку. Это очень важные, так сказать, параметры для работы, которые нужно, кстати, замечать и знать. И также самое главное скажу по работе. Цифровые выходы работают, если терминал только подключен питанием к тому питанию, на которое оно сделано. То есть, если вы используете заземление, то терминал должен быть заземлен на корпус. А иначе работать он не будет. То есть, если у терминала нет самого заземления, но на корпус вы используете цифровое, то работать оно не будет. Есть меню диагностики, оно просто считать. Есть также файловый сервер. Можно подключиться к файловому серверу. Там на файловом сервере есть некоторые данные, такие как шаблоны, программное обеспечение драйвера для сервера, прошивки. Так, прошивки я показал. Документации. То есть, какие-то на все серии их трекеров, которые есть. И есть типа прошивки, которую можно загрузить на чтение конфигурации самих автомобилей. То есть, чтобы можно было подключиться к аншине. Сразу скажу, что касается по данным машин. Машин тут есть. В некоторых вариантах тут они внутри довольно, так сказать, скудные. Все, что касаются данные, которые находятся внутри, они все зашифрованы. Посмотреть вы ничего не сможете. Вы можете только залить и пользоваться только тем, что вам залили внутрь. Ничего другого сделать вы не можете. То есть, сразу вам скажу, ничего не посмотреть, не изменить вы не можете. Вы можете пользоваться только заранее готовыми вариантами, которые заложили сюда. Тут вот есть файлики, они открываются, читаются. Но сразу скажу, ничего не поменять, не посмотреть. Вы ничего не можете. Вы можете по факту только залить и пользоваться тем, что есть. То есть, то, что я там добавил сюда, то, что кто-то добавил сюда. Все это может быть есть. Но тут только есть все. Только то, что добавили в таком порядке другие. И посмотреть, открыть этого никто ничего не может. Ну, а программе тут. Как связаться, как позвонить, версия прошивки и все остальное. Также, тут в конфигураторе есть удаленное конфигурирование. Вот тут есть соединиться через USB, выбираем порт. Либо соединиться через сервер. Сервер можно пользоваться как веговским сервером, так и накатить собственный сервер. Кстати, сейчас скажу, где есть собственный сервер для веги. Вот тут опять подключаемся к веговскому. Вот тут вот софтвера, видите сервер. Тут есть вот сервер собственный. То есть, можно взять собственный сервер, накатить. То есть, он на Linux и на Windows есть. И использовать для удаленной конфигурации, используйте его. Тогда у вас защита будет гораздо надежнее данных. Либо можно использовать просто общий сервер. И не париться, все равно там выставляется пароль на подключение через этот сервер. Без пароля на подключение к серверу ничего опять же не работает. Всем благодарю за внимание. Всем удачи. До свидания.